С победой в этой серии. Какие остались ощущения от матча с Верховским? Спасибо. Ну, такая достаточно тяжелая серия получилась. Энергозатратная. Вы видели, что все матчи в стык были. Это всегда гораздо больше сил тратишь, когда пас отдал, в тебя втыкаются, даже после этого. Поздние хиты. Ну, в принципе, наверное, мы были готовы к этому, потому что команда квартального так играет. И ЦСКА можно вспомнить двухлетней давности. Ну, здорово, что выиграли. Есть время отдохнуть. Ждем соперника. Готовимся дальше. Сегодня думали о том, что хорошо было бы серию закончить? Да. Ну, да, в принципе, конечно, чтобы не ехать опять там в Ярославль. Это же, вы знаете, там перелеты, переезды. Не только для нас проблематично, но и организационную деятельность все это перевести. В плей-офф у нас, вы, наверное, не знаете, сколько с нами всего летает и вещей. И огромная нагрузка на персонал. Здорово, что дома закончили серию. Вы лично пропустили несколько матчей. Вот насколько тяжело в такую серию входить после перерыва? Тяжело было сегодня, особенно в первом периоде. Вы знаете, когда играешь постоянно и уже в ритм входишь. Не важно, там, ты 20 минут, 25, 15 играешь, всегда хорошо себя чувствуешь. А после перерыва вроде бы небольшой, но достаточно тяжело для ног. Ноги быстро забиваются, но нормально. А справедливо это все вообще было с вашей точки зрения? Ой, я не буду обсуждать. Вы знаете, сколько людей, столько мнений. И я принимаю решение дисциплинарного комитета и не оспариваю его. Эмоционально вам насколько было? Легко пропустив там несколько матчей с локомотивом, будто все-таки опять влиться. Эмоционально тяжело смотреть со стороны. Я очень сильно так это все через себя пропускаю. Из ложе сидишь, нервничаешь безумно. И с другой стороны, было время посмотреть. И сверху гораздо лучше видно, как играет команда соперника. Какие-то вещи подмечаешь для себя. С учетом того, как шли матчи в Ярославле, какая там была борьба и стычки, не было ли желания провести перед игрой дополнительные пару занятий с грушей, чтобы сегодня быть готовым к локомотиве дополнения? Ну, мы все-таки настраиваемся в хоккей играть, и у нас в команде все ребята могут за себя постоять. Поэтому этот вопрос даже не поднимался, и никто не переживал по этому поводу. Сейчас там ЦСКА с Йокертом бьются. Вам какой соперник был интересен? Ну, наверное, все ждут ЦСКА, эту серию уже все обсуждают. Но обе команды на таком этапе уже не подарок. Поэтому просто ждем соперника и готовимся. Редактор субтитров А.Семкин